В главном матче чемпионата мира по бенде россияне сошлись со сборной Финляндии, которая в полуфинале сенсационно обыграла одного из главных прецедентов на золотые медали первенства – команду Швеции. Поддержать национальную сборную России в Ульяновск приехали тысячи болельщиков из различных регионов страны. Первый гол в матче россияне отправили в ворота финнов уже на четвертой минуте встречи. Через порогуновение Евгений Иванушкин удвоил преимущество в счете. После третьего пропущенного Виртянином Перте мяча тренерский штаб гостей принял решение о замене стража своих ворот. Однако это не стало преградой для игроков российской сборной. На перерыв команды ушли со счетом 5-0 в пользу хозяев турнира. Сложен был в том, что нужно было настроиться на нового соперника. Все ожидали шведов, да? А уже когда люди переключаются, когда им идут звонки постоянно, я просил ребят абстрагироваться от этой ситуации и выйти от мобилизованной. Что они в первом тайме и сделали. И плюс еще ветер. В первом тайме у нас удачный был выбор. Мы по ветру здорово разыгрывали комбинации, здорово играли. В середине второго тайма финский полузащитник Мея Тиэ Тиему забил ворота российского голкипера Романа Черных, так называемый гол престижа. Финальную же точку в главном матче чемпионата поставил защитник сборной России Павел Булатов. Первый тайм мы играли по ветру, во втором тайме они играли по ветру. И мы ждали, что они все-таки, им терять уже нечего, они будут прессовать, как-то нагнетать обстановку, много делать верховых передач. И поэтому мы ждали, да, выдержали это. Жалко, вот пропустили гол один, да, потом один забили и, в принципе, довели спокойно матч до победы. После поединка наставник финской сборной Анти Парвиайнен признался, что по подбору игроков его команда сегодня лучшая за все время. Обыграв полуфинале шведов, уже серебряные призеры чемпионата мира доказали, что с каждым годом уровень подготовки сборной Финляндии неустанно растет. На чемпионате мира в Ульяновске наша команда росла от игры к игре. Мы постоянно анализировали прошедшие матчи, смотрели на свои ошибки, продумывали дальнейшие действия. Мы развивались от игры к игре. С каждым матчем все больше и больше. 6-1. Итоговый счет финального матча чемпионата мира по бенде. Сборная России в десятый раз доказывает, что титул лучших на планете команда носит заслуженно. Мы чемпионы мира. Я бы хотел, чтобы Владислава на чемпионате мира в мае в таком финале бы победил. Это было бы здорово. Есть кого брать пример. Это финал. Финал мы чемпионы мира. Молодцы. Но финал – это еще не конец чемпионата. С 10 февраля стартуют матчи группы «Б». В 8 утра вторую часть планетарных соревнований по бенде откроет встреча сборных Монголии и Японии. Россия! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова